Продолжение следует... Разные типы покрытий и обратил внимание на такую интересную структуру, терролит называется, то есть фактически это размельченная до состояния там фракции, ну вот насколько вижу там от миллиметра до двух до трех крошка, которая на клеевой основе наносится на подготовленную поверхность. Уже само по себе очень похоже на искусственный камень, даже не на искусственный, а на естественный камень, особенно когда смотришь на это издалека. Ну и если вот сейчас этот материал подвергнуть хорошей шлифовке до состояния зеркала, я думаю, ну будет просто полная имитация натурального камня. Дальше начал листать и нашел как раз то, что можно называть имитацией под гранит. Вот, как раз такая же точно мелкая крошка каменная, повторяющая структуру гранита. Неравномерное засыпание и если сейчас взять хорошие абразивные материалы, которые наверняка в прошлом тоже существовали, все это вышлифовать до состояния блеска, то камень вот этот вот искусственный будет наверняка очень точно имитировать структуру гранита. Может быть именно как раз по такой технологии с использованием мелкой крошки, смешанной с неким клеевым составом. И вот эту технологию как раз применяли для того, чтобы облицовывать и колонны различных соборов, и в принципе имитировать натуральный камень с помощью вот такой понятной и простой технологии. Тогда, кстати, становится понятно, как могли доставлять все вот эти вот громоздкие материалы, колонны, блоки гранитные в Санкт-Петербург. На самом деле доставляли не блоки, а доставляли как раз на подводах в некой таре вот всего лишь такой микродисперсный состав, который на месте уже смешивали с клеевыми смесями, наносили на подготовленную поверхность, или на колонну, или на какой-то другой строительный блок. Далее давали, естественно, высохнуть. Все это шлифовалось и приобретало уже ту самую структуру, которую мы сейчас считаем натуральными колоннами. Вот как-то могло это так и деться. Это, конечно, гипотеза, которая требует проверки. То есть, по-хорошему, нужно просто купить грамм 100 вот такого материала, нанести на небольшой блок, потом шлифануть очень хорошо и посмотреть, насколько вот такая структура, такая фракция будет похожа на натуральный камень. Технология действительно достаточно простая. И, может быть, вот именно таким образом как раз и происходила имитация материалов под натуральный камень. Вот такая вот гипотеза, друзья. Делитесь версиями. Может быть, у кого-то получится быстрее, чем у меня, повторить такой эксперимент. Давайте попробуем. Может быть, действительно, мы сможем разгадать один из забытых секретов мастеров, который вот сейчас, в своем время строительства, для кого уже не является секретом, а используется давным-давно на практике и радует глаз вот такими необычными материалами, которые имитируют натуральный камень. Вперед! Продолжение следует...